Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Влог я с вами начинаю с того, что буду тестировать все вот эти вот средства. Это бренд Tennis Free. Вы мне говорили, что очень хотите отзыв на эти вот косметические три средства. Это маска, серум и крем. Маска Pure Cleaning Glade Mask с вулканической глиной. Интенсивный увлажняющий с серумом с зеленым чаем и крем увлажняющий с орхидеей. Бренд Tennis Free корейский. Пробовала я его совсем немного. Насколько помню, масло какое-то я пробовала Tennis Free, да, и какой-то крем. И что-то в пробничках. Ну, то есть вот в таких совсем небольших. Поэтому для меня это будет полезный эксперимент. Я тоже вместе с вами знакомлюсь с этим брендом. Но по вашим отзывам это хорошие такие вот базовые средства. Кстати, вот это набор бестселлеров. Сейчас я буду делать вот эту маску с вулканической глиной. Ее действительно очень хвалят. Говорят, что она очень хорошо чистит поры и сужает их. Посмотрим. Мне сегодня не помешает такая вот легкая чистка. Я продолжаю немножко болеть. Поэтому буду так чуть-чуть периодически отвлекаться. Но все равно я ничего кроме ухода в таком состоянии делать, честно скажу, не могу. Стараюсь никуда далеко не выезжать. Вот. И поэтому давайте тогда с пользой проведем это время хотя бы косметику протестировать. Тотусторонние звуки, потому что Саймон летает со своей игрушкой под занавеской. Делает вид, что он занавеску не трогает, но на самом деле трогает иногда. Да, так посматривает на меня, ругаясь я или нет. Кстати, он как собака решил выполнять команду аппорта и приносить мне игрушку. Это забавно у нас была. Собака охотничья. Она делала точно так же. Саймон, дай. Саймон, аппорт. Дай. Молодец, молодец, мальчик, молодец. Итак, начну я с того, что протру лицо вот таким вот тоником. У меня от Дерма Э. Он с витамином А и гликолевой кислотой. Он хорошо подготавливает кожу к нанесению масок. У меня легкий уход есть сейчас на лице. Я умываться не буду. Я просто вот таким образом сделаю. Я протру лицо. Открываем эту масочку. Вот такая вот она. То есть она не прям черная, немного серая, чуть-чуть с зеленым каким-то таким ароматом. Слегка какой-то, знаете, зелень или что-то аптечное, в общем. Я таким маскам засыхать не даю. Я все время их сбрызгиваю водичкой какой-то термальной или водой, ну, в виде увлажняющего какого-то тоника, перелитого в спрей, потому что кожа иначе пересохнет, и никакого особенного эффекта вы не получите. Поэтому лучше она дольше на вас поработает, будет влажная, но она не высушит вам кожу. Поэтому я буду использовать вот такую вот водичку. Это от Vitex. Мне она нравится, такой спрей увлажняющий. Я туда добавила гиалуроновую кислоту. Как я делаю тоники с гиалуроновой кислотой, я вам уже рассказывала. И буду вот так в течение всего времени, пока ношу эту масочку, буду добавлять влаги на нее для того, чтобы она не сушила мне кожу. Напишите, пожалуйста, какие маски используете вы сейчас, вот в это время года, и вообще, какими масками вы любите пользоваться. Для чего вам они? Потому что бытует мнение, что маски вообще не нужны. Их такой вариант ухода лишний. Мне кажется, что это не так, потому что, например, маски очищающие, вот такого плана, их довольно сложно чем-то заменить. Но только если вы используете, например, какие-то средства регулярно, да, с лициловой кислотой, которая глубоко чистит поры. Но, если вы таковые не используете, то вряд ли вы почистите поры качественно. Значит, что ваша кожа будет забита, засорена, и вы не сможете получить все питательные компоненты, которые содержатся в уходе, на которые вы потратили много-много денег. Поэтому я всегда советую вначале почистить поры, перейти на двухфазное умывание по возможности, в особенности, если вы используете SPF и тональное средство каждый день, то есть начать использовать гидрофильные масла, и потом уже умываться пенкой. Тогда чистятся поры глубоко, качественно, хорошо. Вот, и, конечно, периодически использовать вот такого плана средства. Просто подобрать те, которые вам подходят. Выискиваем и продолжаем. Не забываю про это. Используете ли вы домашние маски собственного приготовления, мне очень интересно, или нет? Если да, то напишите, пожалуйста, какие под этим видео. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими рецептами. Я показывала одну маску, которая мне нравится, которую я периодически выполняю. Поэтому я ссылочку вам на нее оставлю. Это маска из таких ингредиентов съедобных. Вот, но она действительно дает очень приятный эффект отбеливания. Поэтому, кому интересно, загляните, пожалуйста, вот в это видео. Ссылочку на которое я вам оставляю в подсказках. А подсказки находятся вот здесь, под буковкой А. И такой перевернутый восклицательный знак. Если вы наведете на угол, да, там подсказки. И там будут ссылочки на видео. Стараюсь оставлять ссылки в своем комментарии, который находится под видео, закреплен под моим именем. Он самый первый над всеми комментариями. И там вся информация. Возможные скидки на бренды, которые мне предоставили эти скидки. Какие-то акции, что-то выгодное. Смотрите, нюхать нельзя чужую еду, которая стоит на подносе. Даже если она вот так в зоне доступа. Есть, естественно, нельзя. Он недавно уже получил за это по попе. Но хотя бы лапами потрогать. И он делает вид, что он вообще спит. И тут лапы случайно оказались. Вот хитрюка. Вот хитрюка. Ты хитрый, морда, да? Ой, он делает вид, что он вообще меня не замечает с камерой. Ты хитрый. Саймон, где мышка? Где мышка? Вот она. Ты знаешь, что такое мышка, да, Саймон? Мышку прячешь? Опять прячешь? Саймон бесился так, что пришлось его успокаивать. Вообще, я считаю, мой муж абсолютно прав, когда говорит, что мальчик, приложенный к груди, в любом возрасте, в любом возрасте, очень быстро успокаивается. Маску я смыла. Не очень прям так быстро она смывается. Так что точно увлажняйте, пожалуйста. Иначе вы будете очень долго ее смывать. Я могу вам сказать, что мне эффект, конечно же, нравится, но мне кажется, вот так, давайте честно, хоть бренд очень популярный, много влюбленных в него, и я люблю корейскую косметику, мне кажется, что есть более бюджетные маски, которые по составу даже еще более богаты, и они дают вот похожий эффект, ну, такой же эффект, и, может быть, даже и лучше, когда поры очищены и сужены, когда есть чувство свежести, такого тонуса хорошего кожи. Вот некоторые я вам уже показывала, в частности, от Шоконад, вот такая вот масочка, вы ее сейчас видите, очень похожа, но там более богатый состав, как я уже сказала. В общем, мне понравилось, но, наверное, без этой маски я бы могла обойтись. Ну, спасибо за подарок, это было все в наборе в одном. Единственный минус вот в этой упаковке, то, что очень-очень такой мощный спрей, прям капитально обливает, как из душа. Ну, мне, в принципе, не макияж этим спреем закреплять, да, поэтому ничего страшного для ухода, нормально. Саймон, пожалуйста, не сшибай камеру, когда ты играешь с мышкой, я тебя очень прошу. Слоненок уже вырос, откормили, камеру сносят. Такая вот сыворотка с зеленым чаем. Такие средства вот с этим составом, они должны хорошо успокаивать кожу, снимать раздражение, снимать, знаете, такую вот усталость, возможно, раздражение после солнца. Ой, какая она густая, смотрите, я, честно говоря, думала, что она прям польется, она капает еле-еле, вот такая вот, видите. Ну, это и хорошо, когда совсем прямо вода, мне не нравится, потому что неудобно все это наносить. Я наношу и под глаза тоже, потому что ничего такого страшного в этой сыворотке нет, в том смысле, что она ни с кислотами, да, ни с чем таким активным, она хорошо должна просто увлажнить и снять раздражение. Вот это, кстати говоря, продукт очень популярный в Корее и у нас, и особенно молодежь любит им пользоваться, ну, потому что у них просто чаще бывают проблемы с кожей, которые требуют вот таких вот составов. Ну, а тем, у кого такая вот чувствительная кожа, как у меня, я бы тоже советовала попробовать сыворотки с зеленым чаем. Сером этот мне нравится, липкости нет, пленочка есть на коже, нужная, увлажняющая, но липкости как таковой нет. Сером довольно быстро впитывается на мне, по крайней мере, ну, в особенности после вот такой вот хорошей очистки кожи маской, что я вам советую делать хотя бы раз в неделю. Вот, и сером мне понравился. Ну, я вообще хорошо отношусь к алое, к зеленому чаю, вот таким вот ингредиентам для моей кожи они подходят. Теперь я еще раз даю влагу своей коже, чтобы крем лучше теперь впитался. Я буду попробовать с вами вот эту вот их знаменитую линейку с орхидеей. Кремы эти предназначены для взрослой кожи, ну, по как бы маркетинговому разделению товаров. Я думаю, что те, у кого сухая кожа, скорее всего, оценят эти кремы в любом возрасте. Вот так они выглядят, они насыщены полезными компонентами и маслами. В частности, вот там есть концентрат орхидеи, и они такие гелевые, с одной стороны, да, вот по ощущениям, но они дают и увлажнение, и легкое питание. Многим, многим, я знаю, нравится, многие целую линейку приобретают. Это самая, как мне кажется, дорогая линейка в бренде, насколько я помню. Но дороже, по-моему, средств с орхидеей у них нет. Но она, как пишут те, кто постоянно использует эти кремы, приятный аромат, такой легкий, цветочный, действительно стоит того. То есть люди возвращаются и возвращаются именно вот к этой линейке. Так, сейчас нанесли, теперь будем делать легкий массаж. Если вы обратили внимание, я нанесла под глаза тоже, потому что у них очень похожий крем по составу для лица и под глаза. Вот. И он такой хорошо впитывающийся, вот этот крем. Поэтому я вот такие вот средства наношу нормально под глаза. Мне нравится. Знаете, о чем хотела поговорить, пока крем вбиваю? Как-то у нас в стране не очень принято заниматься чем-то помимо работы и дома. То есть я имею в виду какое-то хобби или даже, может быть, какую-то вторую профессию приобретать кардинально противоположную. Особенно странным, кажется, многим людям. И то, что, например, за рубежом, вот моя подруга приезжала из Борталанда, США, она руководит оркестром в целом, они играют классическую музыку и делают это в благотворительных целях, специально для того, чтобы приобщить население обычных людей для того, чтобы они могли послушать классику, приобщить их к классике. И вы знаете, интересно то, что, например, в США нет совершенно с этим никаких проблем. Вообще я слышала в Европе и знаю это от людей, которые там живут, любят очень иметь хобби сразу несколько и заниматься этим прям так очень основательно, что-то приобретать для этого, костюмы шить. Если уж поют, то люди прям поют, занимаются с вокалистом. Если танцуют, то занимаются на танцах. И это до 80-90 лет. То есть нет никаких предубеждений против этого. У нас же в стране это кажется чем-то фантастическим. И на таких людей с удивлением, я бы сказала, смотрят. Наверное, с завистью может быть, потому что это в основном люди довольно энергичные. Но, конечно, это почему-то странно. Я за то, чтобы каждый человек имел, кроме работы дома, метелки и поварёшки, что-то, что греет его душу, чем бы он занимался, делился с другими. Ну, в данном случае у меня одно из хобби – это вот мой канал, да. У кого-то это хор, я знаю, что девушки, которые смотрят меня, поют, например, хотя у них совершенно другая профессия. Ну, я имею в виду основная деятельность. Кто-то ещё чем-то занимается. Вот мне интересно, мои зрители, имеете ли вы хобби, дорогие мои, расскажите. Это так интересно, кто чем занимается, кто занимается этим постоянно, с, возможно, педагогами, подходит к этому серьёзно. Каких-то, возможно, достиг результатов, какие-то призы взял. Ну и пишите, пожалуйста, неважно, что это шахматы, вязания или это выступления, танцы. Вот, мне было бы интересно знать. Я думаю, что для многих это будет любопытно и интересно. И напишите город, в котором вы живёте, страну, да, город. Потому что, вот как я уже сказала, в Европе это есть практически у всех. Все чем-то занимаются. Ну, хоть солдатиков, но лепят. То есть что-то интересное такое для себя находит во всех абсолютно сферах деятельности. И люди с разными доходами. То есть не только богатые люди имеют хобби, но и абсолютно любой среднестатистический человек, мне кажется, должен получать удовольствие от этой жизни находить что-то, кроме работы и дома. Вот, я вам могу сказать, что липковатый чуть-чуть крем. Я думаю, что он впитается через какое-то время. Но чуть-чуть есть. Липкость не сильная, не противная. А мне нравится вот такой эффект, когда, знаете, я чувствую, что на коже есть влага. Вот прям такая хорошая, качественная плёночка, увлажняющая. И на мне обычно вот это долго не держится, всё съедается кожей. И через какое-то время, ну, к вечеру я снова буду наносить уход. То есть если я днём что-то такое сделала, это не значит, что я вечером не выполняю вечерний уход. Вот, буду ждать вас в комментариях. Надеюсь, что была для вас полезной. Напишите, пожалуйста, используете ли вы Ennis Free, какие линейки. Ну, а я постараюсь найти для вас ссылочки, где можно достать на различных сайтах. Адрес от сайтов укажу в своём комментарии. Всё, мои хорошие, целую вас, обнимаю. Всем прекрасного дня. И, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!